Как в манкетном зале можно расставить прямоугольные столы не буквой «П», спрашивает Валентина. Ну, смотрите, прямоугольные столы можно расставить как угодно. Можно их поставить раздельно. Сейчас у меня даже где-то были картиночки. Вот смотрите, вот, например, вот прямоугольные столы. Вот здесь прямоугольные столы, которые объединены в одну линию. Они могут быть одной линией, они могут быть разными столами, они могут стоять лучами. Не обязательно их ставить буквой «П», абсолютно не обязательно. их можно поставить, их можно расположить как угодно, можно расположить их в таком шахматном порядке, это будет тоже интересно смотреться. Знаете, что самое важное? Важно, чтобы место позволяло в зале. То есть, если в зале место позволяет расставить по-разному столы, то можно прям поиграться и интересно порасставлять столы. Если не позволяет, ну, здесь сложнее, конечно. А, вот, вот. Смотрите, вот прямоугольный стол, вот мы его делали как один большой стол. Вот такую же длинную колбаску из столов периодически мы делаем тем, когда либо у нас нет круглых столов, либо нужно замиксовать столы. Например, вот, когда мы приезжали в Самару, делали проект леса и реки, у нас там, ну, действительно, не было столов, и мы миксовали и делали, в общем, так, чтобы у нас было и круглые, и прямоугольные, и всякие разные. Вот у нас вот такие же прямоугольные столы, посмотрите, мы их сделали, опять же, из неё такую длинную колбаску. И вот отдельно у нас была колбаска, а отдельно, если, допустим, у вас нет круглых столов, вы можете расположить остальные столы вот таким вот образом, вот так вот, да, в шахматном порядке, так же, как поставили круглую, только прямую корню.